Я приветствую на своем канале всех любителей комиксов. Сегодня у нас на столе для обзоров такая вот толстая книженция Omnibus Ultimate X-Men. Вот у нас крутая такая обложка, 1040 страниц. Я прочитал где-то за неделю, за полторы, где-то примерно так. Такой вот корешок, крутой, с профессором X. И тут у нас номера, которые сюда входят. Это у нас выпуски с 1 по 33, выпуск 1-2, Ultimate War. Это кроссовер с командой Ultimate's, с 1 по 4. Автор у нас здесь в основном Марк Миллер. Это его история, он ее начал. И вот в этом Omnibus он же ее и закончит. То есть дальше будут писать другие авторы, но вот здесь писал именно Марк Миллер. Немножко там ему помогал Джефф Джонс, он написал выпуск 1-2. И еще там один автор был, писал серию из двух выпусков про Гамбита. Тут у нас тоже такая прикольная обложка, разворотная. Я не буду сильно раскрывать Omnibus, потому что он и так толстый и не хочется его как-то сильно повредить. Тем более он тут немножко плохо проклеен. Я раскрывать не буду, но тот же рисунок будет у нас внутри выпуска, поэтому мы на него еще полюбуемся. Дальше вот у нас круто так проиллюстрировали здесь Росомаху. Это, кстати, работа Дэвида Финча. Один из художников, который будет рисовать здесь. Но он будет рисовать позже. А основной тот самый такой художник это Адам Куберт. Адам Куберт есть, немножко там Дэнни Микки, Финч, как я уже сказал, и Крис Бачалло. Это такой неоднозначный художник, довольно интересный. Потом покажу. Он рисовал пару выпусков здесь, а потом всю вот эту линейку Ultimate War он рисовал. Вообще Ultimate X-Men, кто меня часто и давно смотрит, все знают, как я торчу вообще от этой Ultimate Вселенной. Как мне нравился Ultimate Spidey. Но до Ultimate Spidey я обознакомился сперва с Ultimate X-ами. Еще в 2000-е тогда выходил фильм. Мне это все очень нравилось. Я сказал, купите мне. Мне купили, я читал. В общем, об этом послушайте другие видосы. Потому что не хочу повторять постоянно одно и то же. Но это прямо самое сердечко. Эта серия очень крутая. Вот. И о чем у нас здесь? То есть, есть два лагеря. Лагерь профессора Чарльза Ксавье, X-Many, который хочет дружить с людьми. Есть лагерь Магнету, братство мутантов, который не хочет дружить с людьми. Они бодаются между собой. А есть еще третий лагерь. Это обычные люди, которые боятся мутантов и создают таких вот роботов-стражей, чтобы те выявляли, в ком есть ген мутантов и уничтожали. И вот нам показывают сперва, как в лагере Чарльза Ксавье, одна из его главных помощниц Marvel, или там Чудо-женщина. Но ее тут в основном Marvel переводят. Джина Грей. Набирает новобранцев. Тут у нас Генри Маккой, он же зверь. Чувак очень умный, но похож на обезьяну с вот этими большими ногами. Такой весь прям интересный. Лазит по деревьям, там по стенам прыгает хорошо. Шторм Арору Монро, следующая новобранка. И русский мафиози, который переехал в Нью-Йорк. Колосс, он же Петр Распутин, превращается в такого металлического чувака. Лидер Иксов Скотт Саммерс. Он же Циклоп стреляет из глаз через этот Визор. Вообще, если бы не Визор, то он бы постоянно выпускал из глаз такой вот рентгеновский, красный такой уничтожительный луч. А Визор сконструировали для него специально, чтобы этот луч сдерживать. Нас ознакомят профессор с кошкой, которую зовут Мистик. То есть Мистик тут почему-то нету, блин. Но ее именем назвали кошку. Может потом это как-то еще обыграют, но в данном отомнике Мистик вообще нету. А мне она довольно-таки нравилась по фильмам. Ожидал, что и тут она где-то будет, но пока нету. Профессор рассказывает вообще о том, что произошло между ними Магнетто и его давним другом. Как они раньше создавали рай на земле для мутантов на острове под названием Дикая Земля. Там, где они даже искусственных динозавров вывели. И Магнетто потом стал больше за господство расы Homo superior над людьми. А профессор, естественно, пошел против. Оказался из-за этого инвалидом в кресле. Магнетто его ранил. И дальше вот профессор показывает такую машину Церебро, которую надевает на голову. И которая может вообще по всему земному шару искать людей с генами Х, генами мутантов. И первого такого находит вот Бобби Дрейка. Спасают его от стражи. Так как стражи тоже его находят. Бобби Дрейк у нас оказывается со способностями управлять льдом. Вот у нас человек лед. Вот такой вот чувачок. Малолетний. Замораживает стража, чтобы тот не упал на людей. Когда Циклоп ему своим рентгеновским лучом отбивает кошку. Вот. И люди, естественно, не понимают мутантов. Бросают в них бутылки. И те вынуждены уйти. Дальше нам вот Магнетто показывают. Магнетто видит, что Чарльз набирает себе армию с этих подвижников своих. И он нанимает первоклассного киллера, чтобы тот устранил профессора. Проник в его ряды и изнутри уничтожил. Этим киллером оказывается никто иной, как наш любимый Росомаха. Вот. Такая у него тут новая роль в этой ультимейт-вселенной. Дальше нам показывают, как Росомаха готовится уже вступить в команду Иксов. Приезжает там в аэропорт. А его похищают внезапно в армии каких-то солдат. Из организации оружия Икс. Которой управляет полковник Райт. Бывший из давней врага Росомахи. Который наделил его вот этим вот адамантивым скелетом. Всячески над ним издевается. Проверяет его исцеляющий фактор. Который они тоже ему вживили. То есть Росомаха может исцеляться от любых ранений. Тут вот этот вот разворотик. Который я вам тогда говорил. Но он тут не совсем разворотик. Так как мы циклопа не сильно-то видим. Но вот. Люди Икс тоже узнают где Росомаха. Что над ним там издеваются. И пытаются же ему помочь естественно. В итоге никто не подозревает. Что Росомаха на самом деле готов внедриться в команду Люди Икс. Чтобы убить их шефа профессора Икс. Вот. Они не дают ему убить Райта. Когда Росомаха выбирается из плена с помощью Иксменов. И берут к себе в команду. И дальше Росомаха проявляет себя в следующем выпуске. Когда Магнетто и его братство мутантов похищают дочь президента. С целью чтобы отозвать вот эту программу Стражей. Чтобы Стражей отменили. Вот. И Иксмены естественно спешат на помощь. Тут нас знакомят с членами команды Братства Мутантов. Жаба. Пузырь. Такой вот толстый чувачок. Который постоянно жрет мозг. Он создает иллюзии. Там может превращать свою команду. Там в того кого не будут подозревать. Там чтобы маскировку какую-то замутить. В общем такой с ментальностью больше связан. И Ртуть и Алая Ведьма. Близнецы, дети Магнетто. Ртуть перемещается со скоростью света. Алая Ведьма создает там всякие такие импульсные разряды. Как будто как будто магией там управляют. Причем такая довольно сильная очувиха. Вот. И Иксмены тут сражаются впервые с Драстом Мутантов. Росомаха вот тоже помогает. Так как внедряется в их команду. Чтобы ему поверили. Ртуть он даже немного калечит. В конце. Он же везет на машине эту девушку. Дочку Президента ее спасает. Марвел на черной птице. Это их корабль такой вот. Летательный аппарат. Их подбирает. Росомаха так разгоняется до 100 км в час. Спрыгивает с обрыва. И Марвел их... В общем дочь Президента спасена. Однако тут немножко трагедия происходит. Под завалами в бою думают что погиб зверь. Его заваливает. Однако зверь в итоге оказывается жив. И тут уже Иксменов окружают местные повстанцы. Антимутантское движение. Но приходит на помощь Магнету. Который обрушивает на повстанцев целый поезд. Магнета зарождает в их головы сомнение. О том что они делают правильные вещи. Что дружат с людьми. Он говорит что наоборот. Нас никогда не поймут. И нам нужно сражаться. В итоге зверя спасают. Внедряют мне вот там какие-то супер современные лекарства. Которые раньше использовались на макаках. И из-за этого у него волосы начинают синеть. Мы то знаем что зверь оригинальный. Он такой синекожий чувак. И вот у него уже тут начинают синеть волосы. То есть постепенно нам показывает его трансформацию. А Росомаха влюбляет в себя Марвел. Джину Грей. В которую кстати влюблен Циклоп. Но он не может никак решиться и сделать первый шаг. Марвел от него ждет. Но не дожидается. И падает вот в объятия Росомахи. Циклоп это видит. Циклоп вспоминает все что произошло с ними. Что вот зверь ранен смертельно. Что люди их никогда не поймут. Плюс Росомаха теперь уже целуется с его девушкой. Как он считает его девушкой. И Циклоп из-за этого ссорится с профессором Икс. Который сейчас с правительством США. Тут ведет мирные переговоры. И уходит с команды. Присоединяется на острове к Магнету. В итоге там они даже устраивают некоторый удар по Биг Бену в Лондоне. Хотя Циклоп был против этого. Он не думал что там будут погибать люди. Что там никого не будет. Что все эвакуируются. Вот. Профессор Икс встречается со своими Иксменами с президентом. Знакомит его со своей командой. Президент говорит что мы обнаружили где же убежище Магнету. Обнаружили Дикую Землю и посылаем туда вот наш финальный акт атака Стражей. Чтобы они там всех уничтожили. Так как Магнету совсем вышел из-под контроля. Уничтожил Биг Бену. Взорвал. И вот Стражи нападают на Дикую Землю. Все тут уничтожают. А Магнету успевает взять все под свой контроль. Так как они что сделаны из металла. Он их перепрограммирует. И теперь у Стражей новая директива убить всех людей. Всех у кого нету Гена Икс. Всех кто обычный человек. Они летят на Вашингтон. Энциклоп понимает что выбрал не ту сторону и хочет вернуться назад. Дальше Марвел узнает о предательстве Росомахи. О том что тот внедрился в команду Люди Икс чтобы убить профессора. Но в итоге передумал. В итоге он исправился. Однако Марвел пофиг. Она говорит ты мне врал. Ты меня заманил в постель. Короче. Все дела. И тут как раз в этой всей ссоре Люди Икс еще находятся тоже в Вашингтоне. Нападают Стражи. Вот с Магнету во главе. И ничего не остается кроме как защищать людей. Защищать президента. Росомаха тоже мчится на помощь. Так как он не может уже дать погибнуть Чарльзу. Магнету вот раздевает президента. Снимает его на камере. Унижает его перед миллионами зрителей. Хочет раздавить машиной. Но не тут то было вступается профессор. Магнету его тоже рушит полностью. Разбирает полностью его коляску. Тут подоспевает Росомаха. Росомаха на помощь. Но тоже силы не равны против Магнету. И на помощь в последний момент приходит Ртуть. Магнету постоянно шпынял своего сына. Он постоянно его недолюбливал. Так как Ртуть и Алая Ведьма родились от романа Эрика Леншера. С обычным человеком. С обычной женщиной. То есть у Магнету когда-то была жена. Обычная простая женщина без гена Х. Вот этого мутантского гена. И он из-за этого всегда унижал своих детей. Особенно Ртуть. Ртуть всегда искал одобрения отца. Магнету всегда его унижал. И тут Ртуть понимает, что делает его отец. И что он никогда не дождется его одобрения. Что Магнету уже там пытается своими силами запускать ядерные ракеты. Раз у него не получается уничтожить Белый дом стражами. Ртуть подоспевает и на супер скорости снимает с него шлем. А этот шлем как раз таки блокировал вторжение Чарльза. Ментального вторжения Профессора Икса в голову Магнету. И Ксавье в итоге превращает Магнету в гигантский магнит. К нему примагничаются все стражи. Потом в итоге его еще бьет разрядом молнии. И вроде как Магнету погибает в конце. Вот все хорошо. Что хорошо кончается. Люди снова на стороне мутантов. Все отлично заканчивается. Дальше у нас выпуск 1-2. Который рисовал Джефф Джонс. Тут о том, как дети Магнету, Ртуть и Алая Ведьма пытаются найти тело отца. Из-под конвоя его забрать. Им тут мешают Икс-мены. Так как те нападают на военных. Потом оказывается, что тела нет. И только один шлем перевозили. Вот Ртуть его в итоге забирает. Еще показывают такой небольшой романчик между Циклопом и Алой Ведьмой. Алая Ведьма, когда Циклоп присоединился к Братству Мутантов, она пыталась все подбивать к нему к линиям, но ничего не получалось. Тот же больше любил Джину Грей. Она на прощание его целует. Говорит, что наши пути здесь расходятся. Вот, Ртуть оставляет себе шлем отца. Дальше следующая сюжетная арка. Возвращение в оружие Икс. Нам тут снова показывают полковника Райта, который пытался тогда взять в плен Росомаху. Вот, оружие Икс, это его организация, которая работает под надзором правительства. И напрямую подчиняется организации ЩИТ, которой правит генерал Рос. Это отец Бетти Рос. Девушки Халка. Нам показывают то, в каких нежеловеческих условиях содержится здесь мутант. Подключая вот ночного змея, тут впервые показывают, как он пытается сбежать. Его в итоге ловят. И в конце концов, полковник Райт похищает Икс-менов. То есть он нападает на школу Людей Икс. Похищает, берет их под стражу. Вот, а у Икс-менов тут тоже уже свои отношения. Зверь начал встречаться со Шторм. У них тут тоже романтика происходит. Росомаха пытается найти общий язык с Циклопом. Джина с ним уже рассталась, порвала. И тоже, как и раньше, пытается дождаться внимания Скотта к ней. Скотт все никак не решается. И тут на них нападают. Нападают на школу Ксавье, Джаггернаут, Саблезубый. Тут его тоже впервые показывают злейший враг Росомахи, который работает на Райта. Райт его делал тоже по образу и подобию Росомахи, но Саблезуб получился не такой идеальный, как Росомаха. Из-за этого Саблезуб всегда ненавидел Росомаху. Вот, Ночной Змей. И Роуг. Она же Мари, она же Шельма, ее еще так переводили. Чье прикосновение оно высасывает из человека или мутанта силы, а если это мутант, то на время его способности переходят к Роуг. Они все работают против своей воли, естественно, на оружие Икс, так как им в голову вживлены чипы, как вот отряду самоубийц. Если вдруг что пойдет не так, их уничтожат. И вот Райт похищает еще и профессора. Вот. А их задача спасти агента Ника Фьюри. Полковника Фьюри, который работает на этого генерала Роса, и который пропал где-то в Индии. Он что-то там расследовал и пропал. Людям Икс вживляют вот эти вот чипы, заставляют их, против их воли, найти этого Ника Фьюри, доставить его. Вот и не тут на первом задании. А Росомаху, кстати, не находят, потому что Росомаха тогда ушел от Людей Икс, и его вместе с ними не поймали. Вот. Однако его потом тоже ловят, находят его. Иксмена, тут у них была последняя надежда на Росомаху, что мы дождемся, мол, тут в плену, и если что, он нас придет, спасет. Однако потом нам показывают, как Саблезуб затаскивает к ним в камеры тоже, уже такого вот сожженного напал нам Росомаху. Говорит, что никуда вы не уйдете, и он вам тоже ничем не поможет. А Профессору вот тоже вживляют тут кучу разных таких трубок, кучу всякой херни, и тоже заставляют работать на оружие Икс. Дальше нам тут показывают флэшбеки Ника Фьюри, как он познакомился с Росомахой еще раньше. Вот как Росомаха спас ему жизнь, и у Ника Фьюри теперь к нему должок. Фьюри Иксмены тоже, кстати, спасают с этой его опасной миссией. И нам показывают, что генерал Рос говорит полковнику Райту, мол, правительство отказывается вас дальше на следующий год финансировать. Вы слишком жестокие методы применяете к мутантам, и вообще то, что вы делаете, неприемлемо. Райт говорит, для этого вы нас и наняли, чтобы кто-то делал то, что вы не можете, на что у вас не хватает яиц. Но Рос говорит, все, это точно твердое решение, финансирования никакого не будет. И потом полковник Райт представляет им профессора Икс и ментально заставляет Чарльза взорвать штаб-квартиру, счета, где погибает этот генерал Рос. А саблезубый выводит куда-то Росомаху, издевается над ним всячески, говорит, вот у меня тут твои документы, о твоем прошлом, которое ты все хочешь разведать. И перед глазами у него эти документы спаливает. Говорит, что теперь ты не узнаешь, кто ты, каково тебе, приятно. В итоге Росомаха вырывается и пробует дать отпор саблезубу, а еще говорит, что я привел с собой друзей. Я еще до того, как вас найти, кое-кого позвал. И нам показывают, что он позвал Братства Мутантов, чтобы те помогли Иксменам спастись. Дальше у Росомахи происходит дуэль саблезубым. Братство Мутантов вызволяет Иксменов. Они тут все помогают друг другу, сражаются, чтобы спасти профессора. Вот, профессора в итоге спасают. Колосс очень злится по поводу того, что люди с ними делают, и хочет уже обрушить вот эту всю конструкцию здания, чтобы уничтожить всех солдат внутри, но ему не дают. Не дает ему это сделать Джина, так как ее еще изначально, когда оружие Икс их похитило, Джину против ее воли под угрозой жизни Циклопа заставили там убить одного человека, который разрабатывал Мутантов с неодобрения правительства. Поэтому она говорит, что мы не убийцы, и не позволю тебе это сделать. В итоге они все спасаются. Полковник Райт пытается убежать. Его тут ловит ночной змей, не дает ему уйти. Райт собирается его застолить, но в итоге подоспевает Ник Фьюри и убивает Райта. И Ник Фьюри теперь становится главой Щ.И.Т. после смерти генерала Роса. Росомаха возвращается в команду, а позже профессор признается Джине Грей, что Магнету жив, и он его на самом деле не убивал. Дальше такая история из двух номеров. Тут другой автор и другой художник о том, как какой-то бандит, криминальный авторитет, по имени Хаммерхед, убивает на глазах у маленькой девочки ее родителей. Я не знаю, что там у него с ними были за счеты, но эта девочка теперь свидетель. Она от него сбегает и попадает вот на улице Нью-Йорка, где знакомится с таким вот мутантом Гамбитом, который показывает фокусы с картами. А у Гамбита способность, все к чему он дотрагивается, оно нагревается там, потом взрывается. То есть он нагревает карту, бросает, и эта карта в итоге, попадая в цель, взрывается. Девочка ему в итоге доверяется, рассказывает о том, что произошло. Они тут с Гамбитом, можно так сказать, сдруживаются. Он пытается о ней позаботиться. Думает отдать ее куда-то, где о ней позаботятся, однако она хочет остаться с ним. Вот, и в итоге на их след выходит этот вот Хаммерхед. Он же твердолобый, его еще так можно переводить. Он похищает вот эту девочку, за которую отвечал Гамбит, который к ней уже успел привязаться. И Гамбит идет потом в полный разнос, уничтожает банды, которые могут знать, что-то о Хаммерхеде. Спрашивает, где он находится, находит его, спасает девочку. И все, окей. Но, кстати говоря, тут еще немножко показаны люди Икс. Они в процессе его поисков находят Гамбита, говорят, что вот мы обнаружили тебя с помощью Церебра и хотим предложить тебе присоединиться. Значит, что Гамбит отвечает отказом. То есть он пока не вступает в Люди Икс, и это пока единственная история, где его тут показывают в этом Омнибусе. На этом все и заканчивается. Гамбит побеждает Хаммерхеда, спасает девочку, отдает ее в надежные руки. Дальше тут профессор пишет книгу о его планах мирного сосуществования людей и мутантов. Нам показывают жизнь Иксов. И потом профессор организует мировой тур, чтобы эту книгу свою и все свои вот эти взгляды распространить не только на Америку, а и на другие страны. Также вот он показывает Колоссу, что Эрик Лэймшер, он же Магнетто, жив на самом деле. Сейчас профессор ментально его перепрограммировал в сознание. Тут играет с покалеченными инвалидами детьми в парке. Живет с женщиной одной на квартире, то есть вместе с обычным человеком. И чувствует себя хорошо, не хочет никому причинить зла. И вот Магнетто их замечает и говорит, мы с вами раньше не встречались. Профессор говорит, нет, все нормально, ты меня раньше никогда не видел. А у зверя тоже происходит тут сомнение, и он начинает сомневаться, что действительно ли Шторм его полюбила. Исходя из того, как он выглядит, что он такой звереподобный чувак, тут зарождаются сомнения. Может быть, профессор действительно промывает голову своим ученикам, так как он промыл голову Магнета, и заставляет их поверить, что они там любят кого-то, что они привязываются к кому-то. И на этой почве у зверя и Шторм происходят размолвки. Зверь начинает переписываться с какой-то подругой в интернете. Но мы-то знаем, как это бывает. Если тебе с другого конца экрана через инет пишет какая-то симпотная девочка с симпотной аватаркой, то по-любому на другом конце экрана жирный толстый мужлан. Так и оказывается, в случае зверя он переписывается с пузырем. Оказывается, на том конце экрана братство мутантов и пузырь специально разводит зверя, чтобы он, возможно, выдал какие-то тайны людей Икс. И это еще потом сыграет свою роль в будущем. Следующая у нас сюжетная арка. Она, кстати, может быть связана с Гамбитом, потому что там про Гамбита реально два номера, поэтому я так считаю, что это третья сюжетная арка после возвращения в оружие Икс. Это вот эта мини-история про Гамбита, и вот это, что будет дальше. Мировой тур. Как раз-таки о том, о чем я говорю, что профессор пытается организовать мировой тур для своих мутантов, где они будут там помогать людям в разных концах мира, а также рекламировать свою вот эту книгу. И нам показывают, что профессору звонит его бывшая жена Мойра МакТаггерт. Она тоже довольно-таки там крутой доктор с учеными степенями. И говорит, что сбежал твой сын. Сын Дэвид. И нам тут рассказывают историю про сына профессора, который родился с геном мутантов. Он мог переселять свое сознание в разных людей. Как профессор их в прошлом бросил из-за того, что подружился с Магнетто и, можно сказать так, проникся идеями Магнетто. Тогда он еще не знал, что эти идеи будут потом уничтожительными для людей. Мойра во всем винила профессора. Также эту злость перенял их сын Дэвид. Ему все становилось хуже и хуже. Его тело постепенно рушилось из-за этих способностей. В итоге он сам умер, но его сознание перекочевало в другого человека. Но его сознание не могло жить долго в разных людях, так как тело изнашивалось. Чем дольше он жил, тем люди становились более облезлыми, морщинистыми. Потом вообще уничтожалось тело и сознание перекочевало куда-то дальше. У этого Дэвида также было очень много разных способностей. То есть он мог там и перемещаться быстро куда-то и взрывать все и выжигать вот так вот усилием своей мысли людей, как он это сделал в кафешке. Он даже пытался вселиться в Росомаху и подставить так, чтобы Росомаху сбил грузовик. Обозленный был на своего отца. И в то же время еще не хватало больше нам проблем, как мы узнали, что Циклоп и Марвел пошли за Колоссом, который уехал в Россию. Он ушел из команды из-за того, что не мог уже терпеть вот это издевательство людей, что что бы они хорошего не делали, сколько бы они всего не делали, люди их не принимали. Тут, кстати, вот эти выпуски начал рисовать Крис Бачал, вот тот художник интересный, о котором я вам говорил. Можете сами посмотреть. Профессору помогала ловить его сына некая Бетси Брэдок, такой вот телепат. Ее еще называют Псайлок. Это ее тут Ultimate версия Псайлок. Но в итоге оказалось, что она постепенно, постепенно что-то у профессора там расспрашивала про его прошлое, как он поступал со своим сыном. Оказалось, что все это время в Бетсе Брэдок в голове уже сидел Дэвид. То есть, он пытался сблизиться с отцом и понять, чувствует ли он вину за то, что тот ушел из семьи. А у Колоса тут тоже были свои проблемы. Подводная лодка застряла где-то в океане и все ждали, что кто-то спасет, кто-то придет на помощь. И Колос все не хотел этого делать, потому что он уже отдалился от Иксменов, отдалился от этого супергеройства, что люди никогда не будут ему благодарны. В итоге он послушался циклопа Эджину и переосилил себя, переосилил свою гордость и спас вот эту подводную лодку, вытащил ее со дна океана и решил таки вернуться снова к Иксменам. Люди окружили его, стали брать у него интервью, благодарить его за это все. И он решил таки попробовать еще раз. У него была тут личная дилемма, можно так сказать. А потом вот уже Бетси Брэдок, точнее Дэвид в теле Бетси Брэдок признался, что это он. Начал тут нападать на своего отца, на Иксменов, всех просто разбрасывать. Его тело от этой Бетси Брэдок деформировалось, стало вот таким каким-то уродливым. Потом он профессора Икс перемещал, говорил, отец, раз тебе этот твой мировой тур был так важнее своего сына, я тебе устрою мировой тур. И он профессора Икс перемещал по разным странам, и в каждой стране убивал большое количество людей прямо на глазах у отца. Профессор не мог ничего сделать. В итоге все закончилось тем, что Бетси Брэдок согласилась, она как бы задействовала свое сознание, она очень сильный телепат, и она пыталась бороться за свое тело, и она согласилась с тем, что лучше ее тело пусть убьют, но уничтожат Дэвида. И в итоге вернувшийся колосс машиной раздавил Дэвида в смятку, тем самым убил сына профессора. На похоронах Дэвида профессор принял решение распустить людей Икс. Он чувствовал большую вину за то, что оставил своего сына ради своих целей, и даже сейчас больше заботился о своей книге, нежели о том, что будет с его ребенком. Ну, в конце нам показывают, что вот он пытается уже писать прощальное письмо, а потом идет поговорить с Магнетто, который сейчас перепрограммированный, с детишками в парке, и Магнетто говорит, что я проникся тем, во что вы верите, Чарльз, я даже купил билеты на ваши лекции и хотел их посетить. И профессор, понимая, что ему это говорит его бывший лучший друг, тот, кто хотел наоборот уничтожать людей, и то, что он с ним сейчас сделал, наоборот изменил его в лучшую сторону, он говорит, спасибо тебе, Эрик, не сдерживает эмоций, Эрик его обнимает, и в итоге профессор решает восстановить команду, а кстати, еще упустил момент, что Дэвид в сражении с профессором и его людьми Икс сильно калечит человека льда, то есть Бобби Дрейк сейчас находится почти в таком комовом состоянии, и наконец-то Циклоп уже решается, Циклоп демонстрирует, что у него наконец-то появляются яйца и сближается с Джиной Грей постепенно. Следующая у нас история Hellfire and Brimstone, Адский огонь и пепел, по-моему, переводится, о том, как к ним в команду присоединяется такая вот новая ученица по имени Китти Прайт, она же потом будет называть себя призрачной кошкой, такая девушка, которая умеет проходить сквозь стены, но не контролируя свои способности, она там может через этаж провалиться и так далее, то есть ее надо как-то научить контролировать. И ее мать соглашается отправить ее в школу к Савье, но она при этом говорит профессору, что не посылайте ее на свои вот эти смертельные задания по спасению мира, я хочу, чтобы моя дочь просто училась и больше ничего не делала. Вот, она тут знакомится с Иксменами, и эта история, она такая больше вначале спокойная, а постепенно нам показывают, что у Джины Грей просыпается некая сущность внутри, которая вот является этим вот фениксом, огненным фениксом, который постепенно ею завладевает. Она там видит какие-то видения, она не понимает, что с ней происходит. Вот, также нам показывают, тут немножко уделяют внимание братству мутантов, как они Ртуть и Алая Ведьма договорились с правительством, они там помогают правительству сражаться с террористами, а некий вот такой новый член братства мутантов, Пола Обезьяна, он наоборот считает, что братство мутантов после смерти Магнето сдулось и теперь работает на людишек, в то время как они должны наоборот сражаться с людьми. И Пузырь нам тоже показывают, как продолжают общаться со зверем, выдавать себя за красивую смазливую подругу и все хочет с ним встретиться. У Циклопа и Росомахи происходит конфликт. Циклоп не выдерживает, бьет Росомаху, когда тот на почве ревности Джины к Циклопу заявляет, что с тех пор, как у вас с ней начались отношения, у Джины стали вот эти видения. Ты, вижу, плохо на нее влияешь, и она из-за тебя может погибнуть. И, в общем, он специально выводит Циклопа на вот этот вот удар, чтобы потом выбить из Циклопа всю дурь на почве этой всей ревности. Они тут дерутся, их вовремя останавливают, потому что это все видела Титти Прайт, и она обращается к профессору за помощью. У Джины снова продолжаются видения. Тут снова у нас такой новый мультяшный художник появляется. А потом нам позже еще рассказывают, что все это время Институт профессора финансировала некая секретная организация, потому что тут же задаешься вопросом, откуда у профессора столько бабла на вот этот институт, на вот все эти удобства, все эти технологии. Оказывается, что некая организация финансировала профессора все это время, и нам рассказывают, кто это. Она называется Клуб Адского Огня. Также в качестве наказания Циклопа и Росомаху профессор посылает на Дикую Землю, чтобы те разведали, кто же убивает там солдат, которые там пытаются понять, что осталось после Магнета, вот это все пытаются там разведать, собрать какие-то материалы, их там кто-то убивает. Росомаха и Циклоп в качестве наказания, чтобы они научились больше доверять друг другу, встречают таких вот тираннозавров, потом узнают, что с ними проникла в тайне Китти Прайт, которую не пускали на задание, она все хотела экшена, вот, а зверь все переписывается с пузырем и пробалтывается пузырю о том, что Магнета жив на самом деле, он же думает, что там смазливая девушка с ним общается и он ей все секреты свои рассказывает. В итоге зверю назначают встречу, пытаясь понять, где же находится Магнета. Бобби Дрейк приходит в себя, человек лед, и его родители теперь не пускают в школу и наоборот пытаются уговорить его там, заключая сделку с неким таким вот бизнесменом, который нанимает и адвокат, и оплачивает лечение Бобби, чтобы они засудили профессора. Такой делают шаг. Но Бобби в итоге всех посылает к черту. Вначале казалось, что он там уже готов подать в суд. В итоге посылает всех к черту и собирается вернуться в команду. Росаваха и Циклоп обнаруживают, что на Дикой Земле собрался из кусков воедино такой вот мега-суперкомпьютерный мозг, которого создал Магнета там со своими умными мутантами. И этот компьютер он ожил как этот искусственный интеллект. Еще в 2000-х годах нам говорили, что искусственный интеллект, если его создавать, он в итоге будет саморепликатироваться, самособираться и потом идти против человечества. И вот он сейчас собирает себе армию, перепрограммируют солдат, которых он убил, оживляет их. Вот. Их нейроны, они теперь как зомби. И нападает на Циклопа и Росамаху. В итоге Китти Прайд проникает в этого робота. Она же там может перемещаться сквозь поверхность и разрушает его, но на них нападает это вот полчища. Дальше нас знакомят с вот этим вот чуваком Себастьяном Шоу. Это глава вот этого клуба Адского Пламени. Он приглашает Иксменов с профессором на галовечеринку. В честь того, что он готовится снова там на следующие годы финансировать, чтобы они тут повстречали разных знаменитостей, чтобы профессор показал своих мутантов, вывел их в люди. Потом оказывается, что все это была подстава для того, чтобы завладеть Джиной Грей. Почему? Потому что клуб Адского Пламени всегда поклонялся этому божественному Фениксу, который в ней сидит. Это божественная сущность, которая связывается с Джиной, с ее сознанием, чтобы ею управлять и разрушать целые вселенные. Вот. Они пытаются вызвать этого Феникса. Всех ловят. В итоге этот Феникс уже приходит на этот замок Клуба Адского Пламени, вселяется в Джину. А потом в итоге оказывается, что Феникс оказывается нормальным чуваком и говорит, вы думали, что можете мной управлять, вы жалкие людишки. Спаливает весь этот клуб к чертям, уничтожает Себастьяна Шоу. Вот. А потом профессор ментально пытается этого Феникса из Джины вытеснить, так как Феникс уже идет ва-банк, он думает, что раз я уже начал разрушение, раз я уже в теле Джины, то могу уничтожить тут все. И в итоге профессору удается такие, и Джине тоже где-то там в глубине сознания удается перебороть Феникса. Феникс уходит, но остается такая вот птица на груди у Джины. То есть намек на то, что он еще может вернуться. Зверь, кстати, вот мы видим, он уже посинел, его уже кожа стала синей. Вот это еще больше у него зародило сомнение о том, что Шторм с ним по доброй воле. Они его находят где-то вообще на помойке, он рассказывает, что вступил в драку с Брастом Мутантов, что совершил ошибку, доверившись не тому, что все это время общался с не девушкой и стесняется сказать с кем, что рассказал о том, что Магнета живой. И потом все видят вот из таких вот железяк разных труп там машин формируется такое слово в небе. Спасибо тебе, Чарльз. То есть мы узнаем, что это полуобезьяна и Брастом Мутантов, они добрались до Магнета. В итоге перепрограммировали его, используя своих там внутренних каких-то телепатов. Вернули ему шлем и в награду Магнета убивает эту полуобезьяну. Дальше у нас Ultimates против Ultimate X-Men Ultimate War событие, которое рисует Крис Бачало о том, как Магнету взрывает Бруклинский мост. Магнету наводит теракты, он возвращается, по всем каналам рассказывает о том, что вот он вернулся и, естественно, президент поручает Нику Фьюри его найти. Ник Фьюри теперь управляет командой Ultimates, куда входят Капитан Америка, Железный Человек, Дженет Пи, Монажи Оса, Хоукай, Наташа Романгер, Номанов и Тор. И Фьюри решает, что виной всему не только Магнету, а и профессор Икс, который всем наврал, что он уничтожил главного врага человечества. На самом деле он это не сделал, перепрограммировал его, однако с этого ничего не вышло и Магнету вернулся. То есть теперь Иксов нужно тоже найти. Иксы покидают свою школу, скрываются где-то в порту в одной из своих штаб-квартир на случай, если вдруг все пойдет плохо. Ultimates на них охотятся, Магнету еще врывается в штаб-квартиру Ultimates, где против него там тоже пытаются помогать Ultimates его дети Пьетро и Ванда. Он нападает и в наказание его тут никто не может остановить, он в наказание стреляет, направляет автоматы в ртуть и простреливает ему колени, чтобы тот больше не мог бегать. Дальше Магнету отступает. Кстати, вот можете заметить, как рисует Крис Бачалу, он довольно, иногда не понимаешь даже, что тут нарисовано, он такие какие-то частицы рисует постоянно, это его такой вот коронный стиль. Рисовка неплохая, в принципе, но к ней можно долго привыкать, на самом деле. Капитан Америка говорит, в этом всем виноват профессор Икс, давайте их найдем. Ну и вот дальше нам тут показывают, как такие Иксменов находят ультимейтсы, как между ними происходит сражение. Эрик пытается договориться с профессором, но тот отказывается к нему присоединяться. Вот и в конце тут тоже такие крутые баталии происходят. Колосс против Железного Человека, Шторм против Тора. В итоге это все сражение сводится к тому, что профессор сдается, сдается властям, говорит, что я понесу наказание, но оставьте в покое моих людей Икс. И еще кстати возвращается Росомаха и Китти Прайт с Дикой Земли и говорят, что Циклоп скорее всего погиб. В этой всей суматохе, когда они сражались с этими зомбированными воинами, Циклоп упал с обрыва и скорее всего не вышел. Джину, кстати, берут сомнение о том, что Циклоп погиб в своей смерти. Он считает, что Росомаха скорее всего его подставил, чтобы быть с ней. В итоге она все еще Росомаху ненавидит, не доверяет ему. Росомаха против Кэпа дерутся. Кстати, Капитан ему говорит, что я тебя узнаю со времен еще Второй Мировой. Ты Капрал Джеймс Хоулит. Росомаха говорит, я ничего не знаю, о чем ты говоришь и никакой не Капрал. И мы узнаем, что Капитану известны какие-то факты прошлого Росомахи, которое тот все пытается как-то разузнать. Бобби Дрейк, Человек-Лед, уже полноценно возвращается в команду, тоже помогает против Алтимейтс. Ну вот, как я говорю, Профессор сдается таким властям. Алтимейтсы его пленяют в какую-то камеру. Иксмены пока что успевают сбежать. Дальше вот Магнету каким-то образом пробирается к Профессору и говорит, что пока ты будешь здесь сидеть в заперти, я уничтожу этот весь мир, уничтожу твоих людей Икс, если они станут у меня на пути. И наступает новая эра. И последняя арка Возвращение Короля называется. О том, как вот как раз таки Магнету свой этот алтимативный и свой главный план приводит в действие. Нам тут показывают еще в начале как они с Профессором познакомились, как Магнету стал причиной того, что Профессор ушел от жены. Как бы это по-гейски не звучало, но они тут у них просто было вот такое вот ученое взаимопонимание, можно так сказать. Профессор нашел вот эти все свои идеи, которые он хотел, нашел их отзеркаленными в Магнету. И вот они на этой почве подружились, стали тут планировать, создали эту дикую землю, к ним поступали новые рекруты, а потом они разошлись во мнениях, когда Магнету увидел, что Профессор постепенно сближается с людьми, Профессор даже иногда называет его по всем телеканалам аморальным человеком, то есть Профессор сам немножко стал подставлять уже Магнету, и Магнету тоже его можно было понять, его мотивы. Они на этой почве разругались, и когда Профессор убегал, его догнала такая железяка посланная Магнету и парализовала. А тут нам показывают, что саблезубый, вот он никуда не делся, после сражения с Росомахой во второй арке, он там упал с обрыва, вот он восстановился и присоединился к Магнету, к его братству мутантов, они решили где-то на полярном круге, на северном полюсе построить себе новое убежище. И снова начались вот эти нападения на людей, тут к ним присоединился такой вот мутант-репликатор, который создает множественные копии самого себя. Но честно, я от этой арки ожидал большего, я ожидал, что тут будет больше каких-то сражений, баталий, это какое-то, можно сказать, финальное противостояние с Магнету. Тут снова Ночной Змей вернулся, за ним гонялось правительство, чтобы узнать, где же остальные Х-мены, так как они знали, что Ночной Змей помогал им, когда они боролись с оружием X. На Магнета работал такой вот чувак Фордж. Это мутант, который, можно сказать, мутант-конструктор, который все, что видит, он из ничего может сделать все. То есть, он видит какие-то обломки железа, и он с них может собрать какой-то суперкомпьютер. То есть, довольно-таки продвинутый чувак, и вот он создал для Магнета такое вот убежище. Помог создать убежище на таком вот летающем каком-то пуске камня, как будто астероид. Они называли его Цитадель. И с этой Цитадели Магнета решил сделать себе устройство. С помощью, конечно же, Форджа сделать себе специальное устройство. Снова пошли взрывы по всем городам. Естественно, Магнета из Бэк X-мены пытаются тут тоже его найти и доказать правительству, что они на их стороне. Если они вот помогут Эрика Леншера упечь в тюрьму, то они себе как бы так сказать амнистию заслужат и возможно даже профессора освободят. И вот Магнета сделал устройство, чтобы усилить в тысячи раз свои силы магнетические. То есть он теперь может своим магнетизмом управлять металлом и всякими там вот этими магнитами по всему земному шару. Вот он подумает и по всей земле может делать, что хочет. То есть навести полный апокалипсис. На Росоваху тут тоже охотятся военные по приказу Ника Фьюрид, который до сих пор ищет иксов и допрашивает от ночного змея. Тоже они создали таких вот мини-стражей солдатов таких с оружием в руках. Вот иксмены все в убежище. Их вот находит Магнету, предлагает им сотрудничать. Потом оказывается, что это не он, а голограмма. Вот и он говорит, что я даю вам семь дней, как вот Бог за семь дней создал землю, я за семь дней уничтожу, даю вам семь дней, чтобы присоединиться ко мне. А дальше нам рассказывают историю давно потерянного циклопа, куда же он пропал и что получилось. Оказывается, в этой всей суматохе циклоп повис с обрыва. Росомаха отправил Китти Прайд подогнать черную птицу сюда, чтобы спасти их. И подал руку циклопу, циклоп говорит, профессор таки был прав, мы тут помогаем друг другу, мы научились друг другу доверять. Росомаха говорит, ты браток ошибся и сбрасывает его с обрыва. Короче, Росомаха действительно как все и думали, как Джина думала, хотел убить циклопа, чтобы быть с ней. Циклоп проснулся в какашку полностью, весь убитый, поломанный, переломанный. И в процессе его потом нашли люди Магнетто, которые тоже исследовали дикую землю, возможно там что-то хотели для Форджа найти, какое-то оборудование. Циклоп тут уже и галеники видел, уже без воды, без еды, много дней пролежал. Нам тоже показывают, что у Шторм еще остались чувства к зверю, хоть она и винила его за то, что тот переписывался с этим жирным ублюдком, который потом натравил на него брата мутантов и они из-за зверя, можно так сказать, узнали, что Магнетто жив. Но она говорит, что я тебя еще до сих пор люблю и что профессор нами никогда не управлял, мы никогда не управлял, не манипулировал мы ими, и чувствами к тебе. Тоже такая тут происходит милота. А циклопа доставляют в цитадель. Они пока еще не знают, кто это, его лечат тут, сращивают ему все кости, то есть с ним все происходит хорошо. И циклоп как раз-таки становится вот этим вот секретным оружием, который потом позже вызывает сюда людей Икс, они находят в убежище Магнетто. Фордж немножко сомневается в целях Магнетто, так как Магнетто раскрывает свой гениальный план. Он, как Ной, как Ной, построил ковчег, здесь вот на этой цитадели собрал из всех животных по каждой особи там мужского и женского пола, там даже двух людей собрал, там умнейших, умнейших людей планеты. И он хочет, подключившись к этому устройству, усиливающему его способности, устроить просто апокалипсис, который уничтожит всю человеческую расу. То есть он поменяет магнитные полюса Земли. Из-за этого ураганы, глобальное потепление, растают ледники, человечество просто сметется. И Фордж уже сомневается в гуманности этих целей, в том, что он делает правильно, что помогает Магнету строить эту штуку, но Магнет убеждает его, что в итоге я же не убиваю всех людей, я же забрал двух умников, они потом будут служить нам, они создадут там новые условия для существования, и мы потом возродим это все. Но, естественно, у него ничего не получается, циклоп вырывается из своей больничной койки, приводит сюда Икс-менов, Магнета успевает еще подключиться к этому устройству, вот уже по всей земле происходят какие-то начинаются изменения, ураганы начинаются, но циклоп его вовремя вырубает своим лазерем и приводит подмогу. Магнета успевают победить общими усилиями, это устройство вырубает Китти Прай, так как она может проникать же сквозь машины, но случается кое-что очень страшное. Магнета говорит, раз вы сделали вот такой шаг, я сделаю свой, альтернативный на случай того, если вы мне захотите помешать. Он взрывает ядерный реактор атомной станции в Майами. Такой происходит ядерный взрыв, сразу же туда спешат мутанты, которые были за мир. Туда же спешит профессор, он вырывается из заточения Ника Фьюри, так как у него там в компании с ним были другие мутанты, которые помогли ему спастись, включая Ночного Змея, Роук, который туда посадили после того, как она работала на оружие Икс. Колосс тут нормально так лупит магнету, все его там избивают, а профессор пытается с помощью Роук, с помощью ее способностей, и других мутантов сдержать распространение радиации. Тут он создает такое поле и пытается эту всю радиацию удержать каким-то образом. На помощь в конце приходит Джин, который говорит, что я уже научилась контролировать Феникса внутри меня. Она активирует этого Феникса, эту безграничную силу и приходит на помощь. Она эта всю область, где была эта станция, она ее просто поднимает в воздух, даже профессор сам такого не ожидал, и взрывает. А Циклоп встречается лицом к лицу с тем, кто хотел его убить, с Росомахой. И Росомаха говорит, ты имеешь полное право на меня злиться, я признаю, что был неправ, ты нам был сейчас очень полезен в борьбе с Магнету, молодец, что нас вызвал, типа, я, если хочешь, я искуплю свою вину, и Циклоп без разговора просто расхерачивает его этим своим зрением. Лучоми говорит, кстати, ты уволен, как говорит Наталья морская пехота, и выгоняет его из команды. Дальше у нас тут в основном вот это событие, я от него ожидал, что в последних номерах будет куча много экшен, а тут еще два номера, и тут в основном о том, как профессора амнистируют, как правительство снова доверяет людям Икс, как Ник Фьюри убеждает президента дать людям Икс еще один шанс, потому что он говорит, что мы теперь возьмем их под свой контроль, теперь мы их будем финансировать, и они будут на нас работать, то есть мы будем их контролировать, хотя людям Икс он обещает, что не думайте, что там по вашей школе будет постоянно разгуливать наша охрана из щита, пусть это вас не беспокоит. Ночной Змей присоединяется уже к людям Икс полностью, также присоединяется к людям Икс Роук, вот ее родители приводят, тут такое, можно сказать, родительское собрание устраивает, приводят родители, родителей разных мутантов, которые здесь в школе профессора, а также узнается, что жива Псайлок, Бетси Брэдок, которую пытался ментально разрушить сын профессора, и тело которой раздавил колосс потом машиной, она, оказывается, ее сознание было живо, и оно переселилось в такую вот азиатскую девушку, и теперь она тоже становится студенткой профессора. Тут Тони Старк тоже приходит на это собрание, и спрашивает, уж в Торме Джины, а вам есть 18? Те говорят, да, слава богу, а то мой визит сюда был бы вообще зря. Тут тоже свои такие приколы. У Тора происходит разговор с Джиной, и Тор говорит, этот твой Феникс, ты его сейчас чувствуешь? Она говорит, я знаю, что он у меня уже под контролем, он успокоился, а Тор говорит, я знаю, такие сущности, они никогда не успокаиваются, Феникс может дать тебе понять, что он якобы успокоился, на самом деле он тебя просто использует, так что будь осторожно, осмотрительно с этими силами, что он еще может вернуться. Такой вот намек. И в конце нам показывают диалог профессора и магнету, которого поместили в пластиковую камеру, чтобы он тут не мог управлять больше ничем металлическим. А также Циклоп находит где-то в Канаде Росомаху, который охотится на медведя, питается его мясом, и Циклоп говорит, Росомахи, ты в курсе, что тут в Канаде есть недалеко ресторанчик один крутой, что ты жрешь мясо, мне так больше нравится. И в итоге они тут говорят по душам, и Циклоп говорит, что можешь возвращаться назад в команду и дает в конце Росомахе кольцо, которое ему подарила его жена в прошлом, Джеймсу с любовью. И Росомаха говорит, у меня не было никогда жены. И Циклоп отвечает, что возможно тогда пора узнать, кем же ты был раньше, кто это была женщина, что она о тебе знает. Таким образом они уже приходят к какому-то взаимопониманию и мирятся. Циклоп решает вернуть его и говорит, что исходя из того, что я тебе знаю, исходя из того, что ты уже успел себя показать как настоящий Иксмен, я забуду о том, что ты сделал, и ты будешь для нас все равно полезным членом команды. Он поступает как настоящий мудрый лидер. Росомаха возвращается. Вот. И все. Дальше у нас прощание с автором и художником, которые больше всего писали и рисовали. То есть Марк Миллер и Адам Куберт. Мы с ними прощаемся. Вот тут профессор даже так прикольно сделано, когда его сопровождают охранники Магнетов. У них вот написаны вот такие бейджики Марк Миллер и Адам Куберт. И профессор говорит, спасибо вам, ребята, что сделали это, что проводили меня. Как будто вы знаете, профессор сам отдает дань уважения. И эти писатели и автор уходят пока что с поста постоянных писателей и авторов. И будут какие-то другие в следующем умни-бусе. Дальше у нас тут много разных альтернативных обложек. Можете тоже посмотреть. Разные тут есть обращения от Билла Джемаса, Ральфа Макио. Очень много скетчей, начальных вариантов. Там Циклопа, Джины. Уже довольно-таки есть на что посмотреть. Короче, много всякой такой крутой, полезной информации. Даже вот раскадровочки всякие тут, скрипты. Еще скетчи. Довольно-таки красиво. А в конце еще несколько обложек журнала Wizard посвященных Иксменам. Немножко и Паучка, и Четверку сюда приплели. Довольно крутая обложка. Что я могу сказать напоследок по этому комиксу. История у меня тут зашла на десятку, потому что все-таки она у меня перекликается с вот этим моим детством. Поэтому тут мне все понравилось. Рисовка на девяточку где-то, потому что там плюс-минус некоторые художники мне не сильно заходили. Атмосферка именно вот Людей Икс. Именно вот как я себе представляю Людей Икс. Тоже десятка. Единственное замечание у меня здесь вот в последней арке возвращения короля. Как-то рано они ее закончили вот это противостояние с магнета. Рано вот эта финальная битва случилась. И потом два номера просто какие-то разговорные итоговые моменты они могли уместить в один номер. Ну вот немножко как-то растянули это все. А так в целом мне все понравилось. Все устроило. Достойно Марк Миллер завершил вот этот свой ран. Посмотрим что у нас будет дальше. Что для нас приготовят другие авторы. На сегодня все. подписывайтесь ставьте пальцы вверх. Уже и так тут много с вами разговорился. До новых встреч до новых обзоров. Всем пока.